Спасибо. Я не буду говорить о современном романе, хотя мой пример связан именно с современным романом, относительно современным романом. Потому что это у меня отнимет много времени. Я буду говорить о роли романа, в частности, о роли романа в нашем учебном процессе. Прежде я наполню вам замечательные слова Гомера. Слова крылаты и быстро улетают, если не отягощены мыслью. И наоборот, я бы сказал, мысли улетают, если они не отягощены словом. Взаимная связь есть. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание. Я занимаюсь стилистикой, и поэтому обращаю ваше внимание на то, что внимательное чтение и внимание к средствам выражения, как это сказано, самое главное именно в стилистике. Потому что язык оказывается диалогичен идеей-то Бахтина. Если ты что-то прочитал, если ты что-то подметил, как сказано, ты это можешь взять себе на вооружение. Язык так и развивается. Чужое становится твоим. Феномен языка – удивительный феномен. Всегда происходит какое-то превращение смысла. Итак, язык порождает форму. Форма не существует без содержания. Обратим на это внимание. И кажется, идея о единстве формы и содержания – основополагающая идея. И вместе с тем она должна быть для нас, наверное, ведущей в преподавательском плане, в процессе обучения наших студентов. И я думаю, обучить можно. И нужно. Нет литературной школы, но есть определенные традиции. Традиции внимания к слову. И для меня это очень важно. К сожалению, мысль о единстве формы и содержания не развивается. В чем дело? А дело именно в том, что есть формы и содержание. Лингвисты ушли в формы и занялись отдельными языковыми единицами. Это плохо. Литературоведы занялись идеями. Вот смотрите, что об этом говорит Александр Горшков. В современном виде русский язык, как дисциплина в школе и литература, и как цикл дисциплин в высшем учебном заведении, разошлись. И это очень плохо. Но еще хуже то, что не только педагоги, но и ученые, за немногими исключениями, убеждены, что так должно быть. Вот несколько цитат в подтверждении того, что форма и содержание едины. Я не буду эти мысли зачитывать, но они точно подтверждают единство формы и содержания. Нет идеи, которая не была бы выражена словесно. Соответственно, и слова тогда не нужно, если она не выражает какую-то идею. У нас есть дисциплина, которая соединяет литературу ведения с языкознанием. Томашевский на это указал. Есть много других указаний, замечательных указаний. Я имею в виду, например, Михаила Михайловича Бахтина. Да зачем далеко ходить? Совсем недавно в нашем институте работал Александр Горшков. И спасибо ему за его учебник. Замечательный учебник. Ответвлением от этого учебника является, например, учебник, который используется в школе. Русская словесность. Между прочим, сегодня был доклад Алексея Валерьевича Устинова, учителя словесности, как его назвали, в этой школе, где он работает, пользуется учебником Александра Горшкова. Но не об этом. Я о другом. Никто, наверное, не будет спорить, что художественное достоинство целого зависит не от того, что сказано, не от темы зависит, не от идей зависит, а от того, как это сказано. Вопрос, как, это центральный для литературы, для художественной литературы. Дело в том, что не художественная литература сосредоточена на том, что сказать. Но эстетика там тоже есть. Эстетическое начало – это и есть начало, как сказано. Эстетическое начало – вспомните значение слова «эстетикус» – чувственное сопереживание. В художественной литературе эстетическое начало выходит на первый план. А что это значит? Это значит, оказывается, когда ты читаешь, очень важно увидеть направленность языковых средств на порождение текста, на порождение определенного содержания. Форма – это то, что содержит. Чуть раньше была мысль Мираба Константиновича Мардашвили. Форма – это то, что содержит. То есть держит вместе. Русская приставка «со» на это и указывает. Держание вместе напрягает текст. Я постараюсь показать принцип сочетания маловыразительных частностей в единое целое, что, собственно, и является предметом стилистики. Показать на небольшом примере закон построения больших текстов, в частности, романа. И для меня роман, собственно, идея не моя, бахтинская идея, влияет на все остальные жанры, делает эти жанры интереснее, ярче, гибче. Вот отрывок из романа Александра Павловича Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Здесь было сказано, что есть много плохой литературы. Знаете, давно было замечено, указывают на ошибки других пустое занятие. Можешь – сделай лучше. Один из замечательных романов. Так вот, чтобы понять, что, оказывается, относительно целостный кусочек текста строится на каком-то определенном приеме, полезно было бы построить какой-то экспериментальный текст. Экспериментальный в данном случае, например, тот текст, который состоит только из строгой логической информации. Или можно ее назвать предметно-логические ряды. Студенты четвертого курса уже это знают, что такое предметно-логические ряды. Без эмоциональных компонентов. Так вот, я построил такой экспериментальный текст. Я его зачитывать не буду, как и не буду зачитывать отрывочек из романа Александра Павловича Чудакова. Я только обращаю ваше внимание на то, что текст этот живет выражением точки видения одной и той же проблемы, одна и того же дела. Это дело сделано, персонаж-рассказчик называет его дядя Леня. Дядя Леня сделал землянку. Так вот, на эту тему землянка высказываются все названные персонажи. Например, на эту тему высказывается Антон. Ребенок – это рассказчик в детстве. Мать дяди Лени, дядя Коля, в прошлом артиллерийский капитан, сам дядя Леня. Вы понимаете, что здесь изображено общение персонажей? Но не только. Чтобы создать персонажей и показать их видение, автор нашел подробности, которые выявляют типическое. Говоря проще, ребенок говорит как ребенок, мать как мать, артиллерийский капитан как артиллерийский капитан. Вот несколько доказательств. Антон, пресочняя, рассказывал своему другу Ваське Гагину, что сапер на лопаткой. Ребенок пресочинил. Ему казалось, что дядя Леня такой сильный, большая лопата ему не нужна. Вполне достаточно маленькая саперная. Ребенок учится и характеризует работу своего дяди тем, что цитирует строчки из «Арина мать солдатская» Некрасова. На избенку эти бревны, что он один таскал сосновые. Бабка, мать дяди Лени, потому и говорит она как мать, жалеющая. Дядя Коля, он оценивает землянку как артиллерист. Для понимания речи дяди Лени нужен более широкий контекст, но чтобы было понятно, прием парцеляции, использованный в этом отрывочке, дядя Лени был контужен. Отсюда его речь. То есть тоже индивидуализация создана. Я бы сказал, что те принципы, по которым Александр Павлович Чудаков строил, нет. Если в литературе он остался жив, даже если как автор одного романа. Строит своих персонажей по принципу найденному давно, но прекрасно сформулированным Николаем Семеновичем Лесковым. Он сказал так, чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению. Но слова Лескова настолько хороши, что, я думаю, стоит их привести полностью. Я зачитаю только выделенное. Чтобы мыслить образно и писать так, надо, чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению. Потому что человек живет словами. И надо знать, какие моменты психологической жизни у кого из нас, какие. А это изучить трудно, но изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений очень важно для писателя. У Лескова народный, вульгарный, вычурный язык невыдуман, подслушан. И оказывается, усвоить литератору обывательский язык и его живую речь труднее, чем книжный. Вот почему у нас мало художников слога. То есть владеющих живою, а не литературную речью. В стилистике такое построение текста называется субъективацией поистования. То есть переход на точку зрения персонажа. Внимание к тому, кто как говорит, характерно для романа и для близких к нему жанров. Поэтому литература это не просто использование языка, а его художественное познание. Это образ языка. Это художественное самоосознание языка. Это важно понять. Оказывается, наука и искусство, словесная наука и словесное искусство сходятся. Не случайно роман связан с многообразием образов, который передается многоязычным сознанием. Но в большом тексте это многоязычное сознание отвлекается подробностями, сюжетом. И поэтому трудно объяснить, в чем своеобразие. Ну а малое? Малое прекрасно. Оно прекрасно тем, что облегчает анализ, облегчает понимание и позволяет повторить прием. Уверяю вас, если я дам задание, например, на другую какую-то тему, например, кто там был? Тит, иди молотить, да? Живот болит, а его потом приглашают к кашу есть, а где большая ложка? С разных точек зрения. Уверяю вас, получится. Даже пусть сначала небрежно, а потом придет обработка. В общем, почему я показал эти примеры из Романа Александровича Чудакова? В этом отрывке, который состоит из малого числа слов, можно увидеть конкретные приемы и понять принцип построения всего Романа. И тогда ты видишь отрывку, как и Роману, свойственно внутренняя расслоенность языка, социальная разноречивость, индивидуальная разноголосица. Этим живет Роман. А как так получилось? Да познание. То, что ты видишь, то, что ты понимаешь, и ты можешь включить свое знание в текст. Именно этим Роман служит другим жанрам художественной литературы. Он питает многообразием образов. Вы, наверное, знаете о том, что произведения Анны Ахматовой в какой-то степени сохранили влияние романов русских 19 века. Другие жанры под влиянием Романа становятся свободнее, пластичнее. Их язык обновляется за счет нелитературного разноречия. И анализ заставляет принять мысль Бахтина. Одна из главных стилистических задач романного жанра создание образов в употреблении языка. И для того, чтобы создать эти образы, нужно, прежде всего, провести серьезную филологическую работу. Ведь это практически та же самая работа. По слову собирать, по тому, как лингвист составляет словарь. Но характерные и характерные слова собирать. Изучать речи каждого представителя многочисленных социальных личных положений. Это я повторил слова Лескова. И стилистика, как филологическая дисциплина. И роман объединяются в познании того, что человек живет словами. Это опять слова Лескова. И дальше Бахтин. И что романный сюжет служит изображению говорящих людей. Их идеологических миров одно от другого неотрывно. И стилистика, и роман познают язык, который в употреблении никогда не бывает единым. Мир разнообразен, и роман этим живет. И если роман показывает это многообразие, то стилистика диалогически выявляет это многообразие в тексте, изучает принципы выбора и организации средств выражения. Организовать это значит упорядочить. Упорядочить это значит построить текст. И номер порядка существует только в тексте. И обратите, пожалуйста, внимание на слово упорядоченность, порядок. Словесный ряд. Оттуда Горшков взял этот самый термин. Задача стилистики анализ текста. И через этот анализ она приучает студентов к разысканию тончайших смысловых нюансов отдельных выразительных элементов языка. На подобных примерах можно учить, можно создавать свои тексты. Я надеюсь, вы помните по учению Ломоносова. Учеба начинается с подражания и с упражнений. Конечно, нужны и другие знания. Конечно, нужен талант. Но надо уметь и слушать. Диалогическое начало. Подмечать, записывать. Вы знаете, что многие поэты ходили с кучей бумажек в карманах. Писали где угодно, как угодно. Не важно, на чем пишешь. Важно, что ловишь свою мысль и находишь нужную форму. Бахтин говорил о необходимости изучать направленность языка на порождение содержания. Вот изучая словесные ряды как компоненты организации текста, мы и изучаем эту направленность, которая позволяет разъяснять не только идеи, но и художественную сторону поэтических произведений. Щерба писал об этом. Что значит читать с пониманием? Обязательно не забывать о том, что любая мысль выражена словесно. Это значит подмечать и показывать соотнесенность средств выражения. То есть тех средств, которые порождают образы. показывать неразрывную взаимосвязь слова и образа. Ничто лингвистическое нам не чуждо, дорогие писатели будущие. В художественной литературе и стилистике происходит познание языка. И это диалогическое взаимодействие имеет огромное практическое значение для любого думающего человека. Отсюда и роль литературы. все хотят чтобы их имя гремело. Все подражают писателям. Но не всех это получается. Потому что грандиозный труд. Особенно это внимание к слову нужно нашим будущим говоря в кавычках литературных работникам. Ведь в дипломе у вас так и будет написано литературный работник. Ничего не имею против этого выражения. Да. Писатель это работник. И это очень тяжкий труд. Стилистика обогащает учащегося и помогает ему творить собственную речь. Правильное и глубокое изучение оформленного содержания имеет исключительно плодотворное значение. Поэтому я повторю слова моего учителя. Необходим решительный шаг науки о языке и науки о литературе в новую область категорий. Новую область понятий и терминов. Шаг в новое непривычное пока измерение. Поэтому необходимо всемерно поддерживать научные исследования в области языкового употребления и анализа литературных произведений как произведений словесного искусства. Поэтому надо уделять максимум внимания и количество учебных часов стилистики как науки изучающей употребление языка. У нас уже есть хорошая основа. Есть отличный учебник. Вы его знаете. Я имею ввиду учебник и для школы написанной Александром Горшковым и для вуза. Есть методическое пособие и есть сборник упражнений. Комплект который необходим в учебном процессе. нужно продолжить это дело. И оно тогда может оказать влияние на образовательную систему и в средней и в высшей школе. Я в это верю. Дело в том, что средняя школа равняется на высшую школу, так называемую академистскую школу. А академистская школа, если она стоит на месте, плохо. Я абсолютно согласен со словами Горшкова. Но у великого поэта есть строчки «Деревце, деревцо к засухе зацвело». Вот привлекаем в таком положении оказалась русская стилистика в нашем институте. Ей сокращают часы. Мне очень больно. Спасибо за внимание. Как-то вы не мажорно закончили. мне очень больно? Сегодня праздник. Праздник, правильно. Будем надеяться на лучшее. Вы правы. Да, у меня к вам вопрос. Да, я рад вас. Вот там была цитата из Ломоносова. Да. Она можно классическая, но она начинала со слова красноречия. Вот мне просто интересно. В Ломоносовские времена красноречия имели в виду также и письменные? Совершенно верно. Художественная литература не выделялась отдельно в античности и во времена Ломоносова тоже. Все это относилось к красноречию. Говорить красно заставляет переживать, становиться на твою точку зрения, убеждать во всем. Это есть красноречия. Если бы я такой сюда бы нашла и захотела бы ее привезти, я бы побоялась, я бы подумала, что это к устной речи относится. Нет. Все дело в том, что и письменность, и устное слово, они взаимосвязаны. Вы знаете, что прежде всего возникло устное слово, а потом появилось письменность. Нет, это само самоуправление. Вот отсюда. Скажем, кто скажет. Вы правы. Вы правы. Да. Но тогда это слово означало и то, и другое. И то, и другое. И третье, и четвертое. И третье, и пятое. Так что пять пунктов. Да, да, вы правы. Да, спасибо вам большое. Спасибо и вам. Спасибо. 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 Спасибо.